Привет, друзья, я Григорий Герман. Почему не встает война народная? Почему не закидывается этот нарратив через все рупоры и средства массовой пропаганды в Российской Федерации? Почему сам Путин не выходит и не говорит, как Сталин когда-то, рак пришел на нашу землю, объединимся все вместе. Почему этого не происходит? Может быть, потому что они тоже понимают, что никто не объединится. И большинству россиян абсолютно плевать слюной на то, что происходит в Курской области. Так ли это на самом деле? Какие влияния операция вооруженных сил Украины в Курской области уже оказывает и будет оказывать на российское общественное мнение в самое ближайшее время? Обо всем этом разговорится Басом Галямовым. Оставайтесь, будет интересно. Из всех результатов Курской операции вооруженных сил Украины, большинство из которых мы пока что еще понять не можем, мне более всего интересно, то, что я так и не дождался из каждого матюгальника пропагандистского в России о том, что вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Тут, понимаешь ли, супостат своим сапогом натовским топчет землю исконную русскую, за которую деды воевали. А что-то как-то вот нет такого нарратива. Почему? Ну, потому что этот нарратив, будучи запущенным, уже не имеет права не получить какого-то материального подтверждения в виде очередей военкомата, кто желает защищать родную родину. Помните мудрого короля из маленького принца? Он говорит, король должен отдавать такие приказания, которые гарантированно будут исполнены. Если я прикажу своему народу броситься в море, то он устроит революцию и будет прав. Задача короля отдавать разумные приказы. Вот слишком разительный будет контраст между этим призывом, если он раздастся и отсутствием реакции со стороны общества. Люди, отвечающие за то, чтобы раздавать призывы в Кремле, они люди циничные и на самом деле все хорошо понимают. Они понимают, что никакого единения, никакого сплочения не будет даже близко. его отсутствие даже сейчас бросается в глаза. А в ситуации, когда ты бросил призыв, то есть в ситуации отсутствия призыва, отсутствия реакции бросается в глаза, а в ситуации наличия призыва, ну это вообще уже слишком разительный будет контраст, понимаете. то есть нельзя создавать завышенных ожиданий. Это во-первых. Во-вторых, ну призыв такой страстный, патриотический, он безусловно будет противоречить главному путинскому тезису, который доминирует на протяжении всех двух половин обед, что ничего страшного не происходит, что все идет по плану. Ну, остается еще надежда, что хоть кто-то в это верит, потому что если ты сам начнешь бить в набат, то даже те, многие, кто еще в это верят, они, ну они скажут, они же привыкли, что ты психотерапевтом выступаешь, ты всегда успокаиваешь, а если ты вдруг начинаешь бить в набат, ну у них двойная паника. Знаете, как говорят, генерал не должен бегать. Да-да-да. Потому что в первое время вид бегущего генерала вызывает смех, а военная паника. Путин, который бьет в набат, он вызывает панику. Вот. Строго говоря, это плохой месседж. Он очень обижает россиян. Да. То есть они, они до этого подозревали, что властям на них плевать, а тут уж так, ну прям совсем наглядно, там врагу отдают, так сказать, со словами, не все страшно. Кемская волость, да забирайте. Да-да-да. Государство не обиднеет. И на самом деле не просто же отдают, выступила же вот эта вот странная женщина, существо, я бы да-да сказал. Не помню, кто она в каком-то из пропагандистских шоу, которое призвало, потому что, ну, слушайте, надо вводить ковровые бомбардировки тех земель, которые... А, это, это Нарочницкая. Да-да-да. Я вчера пару там скриншотов сделал, как-то люди в этой области, в Пурской, значит, реагируют на этот ее призыв. Я нашел пару страниц без мата. В принципе, тоже оскорблений много, но хотя бы без мата. А все остальное там так, в общем. Ну, то есть, это реально с такими, как говорят, с такими друзьями врагов не надо. То есть, вот, то есть, Анна, Лаудинов, они сейчас, Грулев, там, они словно задались прям целью прямо добить вообще лояльность, которая, остаточная лояльность, которая еще в каких-то группах населения существует, да, прям ее уничтожит. То есть, они демонстрируют тотальную неадекватность. Сам Путин демонстрирует неадекватность, потому что, конечно же, россияне ждут, что он их в Курске будет спасать, а он, значит, палестинцев спасает и азербайджанцев, азербайджанцев с армянами. Вот. Ну, то есть, всем чем угодно занимаются, кроме Курской области. Вот эта пропасть, отделяющая народ от начальства, народ готов еще разделить с начальством радость победы, так сказать, да, потому что, ну, никаких издержек, одно удовольствие, да, развеетесь, развеетесь, так сказать, тут же, ну, они же там фестивали организуют, праздники, да, вот когда Крым наш начался, там, ну, 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 вот такая большая веселая тусовка, да, то, что называется бендваген эффект, эффект фургона с оркестром. Ну, что мне поучаствовать? Да, ну, поучаствуем. Но там, говорит, давайте езжайте, значит, отдавайте свою жизнь за Родину, люди такие сразу вспоминают, а где сын Медведева, а где этих всех пропагандистов, депутатов, а почему они из тыла нас призывают? Ну, Путин же, насколько я понимаю, даже в мольбах вот тех вот эвакуированных курян, да и не только их, он находится над схваткой. Путин, он некое такое, больше, чем руководитель государства, да, к нему обращаются, как «Господи, помоги», да, так вот, Путин, помоги, точно так же. Но при этом на божество же никогда не возлагается ответственность за все негативы, которые… Ну, как, я думаю, зря, ну, что, как не возлагается? Язычество как раз тем и отличается от современных монадеистических религий, как раз тем, что Бога, который не оправдал ожидания на него возложенных, вот и стукан, это там, бью палкой, могут там вырвать из земли и сбросить в реку, там пусть плывет, чертова мать, мы другому Богу будем молиться, другого найдем. Путин, Путин как раз обратил все вот в архаику, Путин архаизировал общественное сознание прямо до нельса, вот прям, по многим параметрам оно прям первобытное, то есть не средневековое, а именно первобытное, и как раз вот в этой части, в части отношения к божеству, там отношение вот такое, ну то есть мы тебе молимся, когда ты силеный, нам помогаешь, а когда ты слабеешь и нам не помогаешь, ну тебя ждет судьба царя дождей. Путин, это вот такой, вот как, его легитимность держится на предположении, что он силеный всегда побеждает. Как только он проигрывает, его легитимность начинает хромать на обе ноги, вот исчезает, так сказать, вот эта аура. Да, долгий мир ему тоже противопоказан. Вот после Крыма между 14-м и 18-м, ну пока еще свежи были воспоминания о Крыме, Донбасс еще был людям интересен, они за донбасскими событиями следили. Вот, он был, он реально имел статус вот этого бога. А после 14-го, после 18-го года, ну людям внешняя политика поднадоела, они за донбасскими среди дели все меньше, да, все больше переключались на внутренние проблемы, потому что экономика-то так ухудшалась, уровень жизни постепенно снижался, и уровень жизни этого России падает где-то с 2009-го года. Ну, то есть он рос вот между 2000-м и 2009-м, ну, где-то в 2008-м уже кризис начался, там уже стопорился, а с 2009-го уже там снижение, вот реально уровень жизни, посмотрите. Да, и в основном, ну там, понятно, что со статистикой они там пытаются играть как могут, но в среднем, вот он снижал тоже. И люди вот все больше стали переключаться в этот регистр уже, значит, черт с ней с Украины, черт с ней с Донбассом, там, давайте разберемся, почему у нас заборы покосились. Да. И все, и вот эта аура такого победителя там стала исчезать, и он стал слабеть, 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 и к 22-му году, ну, уже там, значит, ну, он в минуса уходил, его электоральный рейтинг упал ниже 50-ти. Вот его 20, сейчас скажу, в январе 22-го года его перестали мерить, официально, ну, перестали публиковать. Да. Его мерил фонд, фонд общественное мнение, и он его перестал публиковать, и последняя цифра была 45, если не ошибаюсь, ну, плюс-минус 1, сейчас точно помню, ну, 45, то есть ниже 50. То есть больше 50% населения страны уже открыто говорит, что мы на следующих президентских выборах голосовать за Путина не хотим. Вот. И вот для того, чтобы вернуть ситуацию в этот героический контекст, да, когда он опять победитель, на белом хране, извините, мне некогда даже кх заниматься, да, я видела Родину спасаю. Вот он, собственно, эту войну и затеял. Аббас, вы сказали о том, что вот пока пока царь дождей, да, король дождей силен, пока он справляется со своим предназначением, он жив и неплохо себя чувствует. Не, не просто жив, да, очень хорошо себя чувствует. Тут вопрос в чем? В том, что в данном случае это скорее не король дождей, а в России это скорее, наверное, верная король силы, да, то есть вот король силы, который заключил договор с обществом, негласный, я даю вам там ощущение силы, ощущение уверенности, ощущение собственной там гениальности и как-то принадлежность к великой державе. Да, причастность к великой державе вы не лезете вот в мои дела вообще от слова совсем, в политику вы не лезете вообще. Не кажется ли вам, что то, что происходит сейчас в Курской области, это намного более явное нарушение этого договора, чем война по телевизору, которая проходит на территории Украины. Это уже как бы ни хрена себе. Да, конечно, это нарушение условий контракта. То есть контракт был заключен на двух, он в два этапа заключался. Первый этап был, россияне, я обеспечиваю вам рост вашего уровня жизни, а вы, значит, не мешаете мне делать в политике то, что я считаю нужным. Но я же вам результат обеспечиваю, уровень жизни под сравнением с 90-ми у вас растет. Вот. И россияне с этим согласились. Потом к этому Путин в довесок добавил к росту уровня жизни, добавил чувство принадлежности к великой державе. А россияне обрадовались, бонус получили. То есть изначально этого не было в контракте. Ну да, по минимуму может быть. Да. А тут бонус такой прилетел. Вообще классно, они обрадовались. А потом смотрят и как-то незаметно, пока они бонусу радуются, у них, так сказать, основное условие, то, что называется, росточку и вынимают. Да, в кармане уже, так сказать, вошь на аркане появилась. Значит, ну, какие-то сомнения там появились, да, но все-таки есть еще чувство принадлежности великой державе. И, соответственно, чем хуже там ты живешь, тем больше вот этот вот бонус такой раздувается, да. И, в принципе, ну, ты как бы понимаешь, что ты получаешь все-таки взамен. А теперь, когда тебя и этого лишили, ты такой, ничего себе. Ну, то есть, вообще кидалово. Обещали-то одно, а вместо этого иди там, погибай за родину. Да. Зачем ты еще нужен? Охренеть. А народ-то себя, ну, источником власти уже научился считать. Вот это-то люди освоили. При всей своей архаичности, ну, к счастью, Россия, все-таки, ну, не Северная Корея, там, вот ощущение, что народ-источник власти, оно появилось. Ну, его и в Советском Союзе пестовали, да, начиная с 17-го года культивировали. На самом деле, даже где-то, начиная с формулы, там, православие, самодержавие, народность. Народность еще появилась, да, значит, вот тогда, потом, при советской власти, несмотря на всю уродливость этой практики советской, абсолютно демократической, тоталитарной, значит, тем не менее, само вот это чувство, ну, то есть, на уровне риторики это внедрилось, да. В 90-е оно наполнилось реальным смыслом, так сказать. Ну, то есть, люди реально голосовали и, там, проголосовали за одного, он будет губернатором, проголосовали за другого, он другой будет губернатором, проголосовали за Жириновского, Он там в Госдуме банкует в 93-м. Проголосовали за колонистов в 96-м, а в 95-м в Госдуму. Они там контроль над Госдумой захватили. Ну да, люди начали к этому привыкать. Да, и сейчас, когда взамен они не получают ничего, да им еще говорят, для чего ты еще нужен, кроме как умереть за Родину, вот тут они как раз начинают вставать на дыбы. Потому что это конкретно кидалово. И вот эти люди, которые сейчас вот эти призывы, ну то есть Кремль-то умный, он эти призывы вот в таком виде сам не запускает. Но там куча вот этих спикеров-хардлайнеров, которых Кремль уже перестал контролировать. А у них свои тараканы в голове. Вот такие, как Алаудинов, или такие, как, значит, те, кто ориентированы на ФСБ. Ну то есть Алаудинов на Кадырова ориентированы, другие там на Тихистов ориентированы. И они там, значит, ну кто во что угодно, так сказать, там. Вот такие призывы озвучивают, да, типа иди умри за Родину. И людей это, конечно, очень сильно возмущает. То есть на самом деле толку ноль, ну то есть люди не пойдут и умрут за Родину. А вот способствовать отчуждению народа от власти окончательному помогают. Так что, как говорится, избави меня, Господь, от таких друзей, от врагов я сам избавлюсь. Да, да, да. Есть еще вот один такой любопытный момент. Не кажется ли вам, что благодаря Курской области произошло то, чего Украина ждала и к чему стремилась, вот начиная с февраля 2022 года. То, о чем писал Залужный, что одной из целей и одним из инструментов победы в войне будет перенос войны на территорию Российской Федерации. Вот до этого каким-то образом, да, нам удавалось это делать исключительно фрагментарно. Дронами прилетели туда, прилетели туда, прилетели туда. Заход конкретно на территорию Курской области. Он помогает россиянам почувствовать войну где-то за пределами Курской области? Ну, да, конечно, конечно. То есть отсутствие такой мощной реакции видимой не должно обманывать. Люди, конечно же, это фиксируют. Ну, то есть половина населения страны достаточно внимательно следит за тем, что там происходит в политике. Конечно, они все это видят. А оппозиционеры рады этому, безусловно. Ну, то есть они, потому что они впали было в депрессию, да, им казалось, ну, вот вслед за этими всеми Путин-ферштейрами западными, да, которые там стали в один голос говорить, что, ну, все-таки надо там садиться с ним за стол переговоров. Украина должна пойти на уступки, потому что победить Путина немыслимо. Как там Трамп говорит, это машина, которая там сокрушила Гитлера и Наполеона. Украина-то в этом не участвовала, оказывается. Это слишком сложное для Трампа понимание того, что украинцы составляли огромную часть этой машины. С красной звездой, значит, не украинец, а русский. Ну, то есть тут же, да, все. Извините, Трампа любят, мы любят, на самом деле. Так вот, они, значит, оппозиционеры-россияне, они уже нос повесили, так сказать, да, а тут вдруг такое. Ну, то есть видно, что этот дискурс трампистский вообще рушится на глазах. Понятно, что они оживились, значит. А лоялисты, они, конечно, ну, у них сейчас доминирует такое раздражение. Ну, то есть, чего вообще, ну, развоевать не умеете, не надо было и начинать. Зачем вообще туда полезли? Позориться только. Ну, давайте уж сворачивать эту лавочку, да, там, раз криворукие такие уроды, то и, значит, и черт с вами. Да, вот такое раздражение доминирует. Но его трудно, ну, публично, во-первых, постоянно высказывать, да, потому что за это карается. Ну, лояльность наказывается. Ты не можешь это выразить в голосовании, потому что выборы фальсифицируются. Ты не можешь это выразить в виде уличного протеста, потому что он разгоняется, участники там сажаются. Ну, поэтому вот возможности политически манифестировать эти настроения, ну, на поверхности этого нет. То есть, надо внимательно смотреть. Ну, я как человек, который просто много лет этим занимается, да, я все-таки это вижу. Ну, оно, очевидно, есть. Меня поразил сюжет Дунцовой до глубины души и нецензурных выражений. Когда она привезла гуманитарку в Ростов и в каком-то пункте временного содержания она спрашивает у курян, которые туда эвакуировались, тебе было, вы здесь сколько? Они ей говорят, мы здесь с начала войны. Она спрашивает, в смысле с 22-го года? Они отвечают, нет, шесть дней. Вот эта война началась шесть дней, при том, что мы говорим о жителях приграничных регионов, которые регулярно были под обстрелами, под прилетами дронов, которые над их головами снаряды летали туда-сюда. Но при этом война для них началась шесть дней. Почему тогда для жителя Татарстана, не знаю, еще какого-то региона, до которого далеко от войны идти, может родиться вот это вот ощущение того, что война пришла и к нему? Пока она к нему не пришла, она у него не родится. На уровне, значит, индивидуальном, ну, житель Татарстана не испытывает войны на себе. Ну, он ее испытывает посленно в виде падающего уровня жизни. Он знает, что это во многом благодаря санкциям, а санкции из-за войны и так далее. Ну, то есть, не то, чтобы он совсем там ее не чувствует. Он ее чувствует, но опосредованно, посленно. Но на уровне социальном-то он же все видит происходящее, да? А он же идентифицирует себя со страной. С этой армией, допустим, российской, да? И когда он видит поражение российской армии, он испытывает чувство разочарования, гореции, обиды. Начинает думать-думать, а почему это происходит там, да? Делает политические выводы, исходя из этого. А может, Путин вовсе и не такой молодец, как говорится, да? А может быть, прав был вообще Навальный? Где эти укрепления чертова матери, о которых они нам по телевизору рассказывали? Миллиарды туда вложили. Украинцы, как нож сквозь масло, прошли там за час-два там, да? Ну, то есть, какого черта, понимаете? Не испытывая лично на себе, так сказать, налетов украинских дронов, наездов украинских танков, он, тем не менее, все равно вот эти выводы-то делает в рамках политической коммуникации, так сказать. А когда это уже, ты начинаешь это еще и лично испытывать, ну, там все процессы ускоряются. Вот, многократно, да? Тогда тут два вектора складываются уже, так сказать, индивидуальный, да, и вот такой вообще политический. И такой дополнительный импульс получается. И вот почему я и говорю, что события в Курске очень сильно ускорили те процессы делегитимизации, которые и до этого шли. Хорошо. Теперь они ускорили. Да, вопрос по той страте российского населения, которую Путин реально боится. Да, российские элиты, которые все это время больше, меньше, но все равно верили, что, ну, Путин-то все равно все разрулит. Насколько Курск их подкосил, их уверенность в том, что Путин разрулит? А подкосил точно так же, как и веру населения. Вот тут они, ну, реакция стандартная, все разочарованы, а все, значит, все злы на Путина. У элит, наверное, ну, все это там меньше эмоций и больше рационального. Да, у населения эмоций больше. Но вектор абсолютно один и тот же. Акела промахнулся, значит, черт такого Акела. Вот. Самая главная группа, которую Путин сейчас боится, все-таки не элиты абстрактные, я думаю, а сами военные. Да, значит, потому что, ну, вот в армии, которая устала от бесконечной войны, ну, зарождаются мятежи. Потому что элитам, которые живут мирной жизнью в Москве, ну, им есть что терять, так сказать, да? Да. Ну, в том смысле, что все-таки, ну, вот так я жив, да? Ну, то есть все плохо, да, но я жив. А если я начну против Путина дергаться, ну, буду мертвым. Подмечком ли, или как, Пригожина взорвут там. Вот. Поэтому, ну, все-таки это сдерживающий фактор. А военные, которые кровь проливают, ну, им ничего терять-то. Да, и поэтому в военной среде вырождаются периодически, ну, вот как это было в случае с режимом Савазара-Каритана португальским, когда режим был свергнут как раз усилиями офицеров среднего звена. Да. Даже ниже среднего там заговора. Капитанов. Да, 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 капитанов, да. Значит, которые устали от бесконечных колониальных войн. И все, и режим рухнул. И Португалия стала демократической после этого. Вот. И Путин, вот, я думаю, все-таки военных, он сейчас опасается больше всех остальных. Опять тогда возникает вопрос, а насколько, в принципе... Ну, вот Гурулев даже сказал там о том, что такой себе источник, но тем не менее, он это озвучил. Что военные знали о готовящемся вторжении, но ничего не делали. Да, соответственно говоря, там вот какой-то возникал... Есть повод для подумать о каком-то конфликте, который возможен настолько, что военные могут вот даже пойти на такое сокрытие какой-то информации или не реагировать. Не, ну, я какого-то заговора, типа, давайте сейчас нарочно пропустим удар, чтобы Путину было плохо. Ну, нет, я в такой версии, конечно же, не верю. Ну, то есть это обычное, ну, либо раздолбайство, разгильдяйство. Потому что там разные источники, ну, разные свидетельства о разном свидетельстве. Там есть, например, свидетельство украинских военных, они потом... Ну, те, кто заходил как раз в первые часы туда, там кто-то был ранен, их вывели на лечение, потом кого-то в рамках ротации вывели в тыл, и они давали интервью там каким-то западным изданиям, я вот, помню, читал 20 недель назад, они рассказывали, что россияне вообще не были готовы. То есть они сидели прям без оружия, то есть им не раздали там оружие, они сидели там телекот. Вот, поэтому массовые издавалисти, да, значит, ну, либо бежали, либо издавали, то есть именно в том, что вообще не были готовы. То есть речь идет не только о том, что, значит, генералы, ну, там, недооценили масштабы вторжения и не приняли решение о переброске дополнительных резервов туда, да. А речь идет о том, что вообще разведка все прошла, вот так получается. Ну, то есть не увидели концентрацию украинцев, да. И поэтому, может быть, это просто вот такое раздолбайство разгильдяется. А может быть, просто, ну, видели, да, но решили, что, ну, побоялись просто там Путина информировать, да. Вот, а может быть, ну, понадеялись, так там, на авось, да, что, может, пронесет, справимся, да. Ну, а к тому же, я думаю, они все-таки украинцы в этом смысле очень хорошо сделали, профессионально обманули, да. Они пару раз ведь обозначали вот эти налеты малыми силами, там, Бендер, Брянск, РДК, Русский Легион. И российские генералы могли теоретически, там, принять это. Ну, окей, ну, 100 человек сейчас вторгнется, ну, отобьемся. Вот, а тут раз вместо 100, там, то ли 5 тысяч, то ли 10 тысяч, там, да. А вот, значит, а может быть, это решение было принято вообще самим Путиным, мы же этого не знаем. Ну, то есть, может, Герасимов, на самом деле, пришел, говорит, вот такие разведаны, Владимир Владимирович. Да, и Путин говорит, не паникуйте, значит, отбивайтесь теми, что есть, а войска в Донбассе стронуть не дам. Да, может, и так было, мы пока не знаем. Окей, хорошо. Насколько, по вашему мнению, сейчас Герасимов находится под ударом, да? Потому что я даже читал какой-то комментарий о том, что Шойгу вздохнул с обыкчением, что это не при нем, ВСУ прорвали границу Российской Федерации. Я в первый же день написал, когда это случилось, я написал, что ключевой вопрос с точки зрения российской аппаратной жизни сейчас, это вообще, это пробрал еще Шойгу или уже Белоусов? Ну, потому что, ну, с одной стороны, Шойгу вроде как уже ни при чем, он уже там два месяца как ушел. Ага, вот, но с другой стороны, ну, армия-то им выстроена, да ведь? Белоусов только пришел, но за два месяца, понятно, он не мог там перестроить армию полностью. Вот, ну, я думаю, они сейчас, конечно, там друг на друга перекладывают ответственность за все это дело. Вот, значит... Герасимов под ударом? Герасимов под ударом или нет, зависит как раз от того, о чем я сказал чуть выше, от того, кто на самом деле принимал решение. Ну, Путин-то знает, то есть он знает, ему докладывали или нет. Если Герасимов ему не докладывал, то да, Герасимов под ударом. А если Герасимов пришел к нему и все рассказал, и решение принял уже сам Путин, ну, так что, какой спрос Герасимова? Вот, а мы не знаем, повторюсь, как это было, поэтому однозначно решить, что Герасимов под ударом... Не, понятно, что под ударом, то есть все равно прокололся, да? Ну, да. То есть даже если он предлагал, даже если Путин сам решение принял, значит, что давайте, типа, не будем реагировать, не будем перекидывать резервы, не будем напрягаться, но все равно, конечно, частично вина... Ну, тиран же не любит чувствовать себя виноватым. Конечно, да. Все равно придумает аргументы, почему... Не донес, да, недостаточно четко донес проблему, да. Да, конечно, но не сумел убедить, то есть надо было объяснить, да? А ты, ну, только и кивал головой, значит, поэтому понятно, какая-то вина Герасимова будет, но все-таки есть разница, там, в тоннах, да, или в граммах. Да. Вопрос политологически-футуристический, футурологический. Если сейчас вооруженные силы Украины действительно надолго остаются в Курской области, отбивают контратаки, окапываются и выстраивают линию обороны снова там. То есть присутствие затягивается, а для путинского режима это опаснее или это, наоборот, позволит рутинизировать присутствие оккупанта, да, украинцев на российской земле старой и замазать его поточными проблемами так, чтобы зритель привыкнет, если они привыкнут? Смотрите, ну, конечно же, будет, ну, некая рутинизация, люди привыкают ко всему и к этому привыкнут, поэтому острота пойдет. А, значит, чувство останется, помните, как против ложечки, да, ложечки нашлись, отсюда осталось, осадок остался. Все равно вот этот осадок, все равно он будет присутствовать, да, это будет как такая неприятная зубная боль. Ну, ты вроде к ней привык, но она все равно где-то свербит, отравляет твое существование. Да, и это все равно будет так, потому что, ну, конечно, ну, вот есть объективная реальность. Да, да, ты не можешь полностью отрицать ее, Путин бы очень хотел, ему в какие-то моменты казалось, что он приблизился уже к такому состоянию, когда он может, ну, прямо манипулировать страной настолько, что она просто вот будет игнорировать объективно существующую реальность. И ВСУ сейчас ему напомнило, нет, дорогой друг Владимир, ты, конечно, поддержал бога за бороду, но недолго и, так сказать, за самый кончик. Вот. Есть объективная реальность, но украинцы одержали блестящую победу. И тем более она неприятна для россиян, тем более она саднит, болит, то они уже привыкли к тому, что, ну, мы потихонечку наступаем, там, да, скоро они совсем, так сказать, загнутся. Ну, да, Киев, наверное, не возьмем, но все остальное, так сказать, заберем, да. Они вынуждены будут согласиться с нами, там. Вот. Ну, если доминирующий дискурс, ну, напряжение больше, чем полгода, вот начиная где-то в середину осени прошлого года, когда украинское наступление забуксовало, особенно когда где-то в ноябре, если не ошибаюсь, американцы заблокировали помощь, там, Украине, и стало понятно, что украинцы скоро вообще без оружия начнутся, там, снарядный голод начался и так далее. И вот тогда, ну, в сердцах россиян снова поселилась надежда, вот, и она вот, она вот присутствовала, присутствовала. Ну, а нельзя сказать, что они там были супероптимистичны. Нет. Ну, война устала, надоела уже, ну, то есть хотелось, чтобы это, скорее всего, закончилось. Вот. Ну, тем не менее, вот, ну, как бы, вот, это опять работает всегда, знаете, в комбинации с репрессиями, с насилием. То есть, ну, начальство тебя с помощью кнута подталкивает, как определенные точки зрения, и ты сам потихонечку начинаешь, ну, там, выискивать те аргументы в реальности, в реальной жизни, которые, ну, помогают тебе эту позицию занять, да. Ну, не хочется ли себя чувствовать, там, рабом, которого, да, делать то, что хочется, на самом деле, а в этом природа стокгольмского синдрома, да, вот. Ну, ты начинаешь рационализировать свои страхи, начинаешь думать, ну, может, они не так уж и не правы, может быть, определенная логика в их действиях есть, да, и тут говоришь, ну, да, смотрите, все, мы же наступаем, вот сейчас пиар там скоро возьмем, и Авдееву взяли, там, Великая Победа, так сказать, вот тут воздрузили красное знамя над Авдеевским Рейхстагом, так сказать, да, вот. Ну, то есть, значит, маленькие успехи начинают раздувать их значимость, да, неудачи начинают. И вот, подали некое завыженное ожидание в результате, и тут оно вот низверглось, так сказать, с такой высоты, с этого пьедестала прямо в грязь. Контраст раздельный. Спасибо вам огромное. Понаблюдаем еще, да, Кутин выдал указ о том, что 1 октября должны полностью выдавить попытку, ликвидировать попытку прорыва вооруженных сил Украины на территорию Российской Федерации, как они это до сих пор называют. До 1 октября. Поэтому понаблюдаем за тем, как изменится к этому времени мнение. Не торопятся. 1 октября, видите? Да, да, меня тоже удивило именно 1 октября, то есть, ну, вот, вроде бы, по всем диктаторским законам должны были, чтобы послезавтра здесь больше никого не было. Понял? Вот, а тут как бы... Ну, вот он, но принципиально, видно, не хочет снимать войска в Донбассовом направлении. Путин превратился в реального фанатика. Фанатик отличается от обычного человека тем, что он не ценит настоящее. Он готов пожертвовать настоящим во имя светлого будущего. То, что есть, оно, 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 это часть вот этого презренного сегодняшнего дня, да, оно неинтересно, им можно жертвовать. Вот, а захватить Донбасс, это да. Курск, это чё? Ну, чё приятного в обладании Курском? Да ничего. Ну, то есть, Путин уже 25 лет, эта игрушка играет, Россия, да, уже привык, она надоела, ему неинтересно. А Донбасс, это такая новая игрушка, её хочется получить. Вот, поэтому он, видимо, обозначает такие дальние сроки, вот, как раз чётко демонстрирует, значит, тем, что Донбасс для меня ценнее, и войска в Донбассовом направлении с ним одни были. Отличная, отличный, на самом деле, лозунг для понимания большинством россиян. Это давно уже было понятно, что на Мариуполь деньги выделяются намного веселее, чем на Архангельск, да? Но, чтобы вот прямо плевать я на вас хотел, мне Донбасс важнее, чем Курская или любая другая область России, это хорошо. Спасибо вам огромное, берегите себя и до встречи. Продолжение следует...